Замужние девушки, если бы вы могли вернуться в прошлое, вы бы вышли замуж снова. Почему? Я чувствую себя придатком к другому человеку, поэтому нет. Вообще отношения сейчас складываются более-менее, но эта ситуация в духе «Ах, вот если бы я только знала тогда». Порой испытанная боль не стоит награды. Я бы однозначно не вышла замуж еще раз. Ага, то же самое. Я как будто не являюсь главным персонажем своей собственной жизни. Я что-то типа танцора второго плана на чужом шоу. Было бы круто заниматься собой и вкладывать все усилия, скажем так, в свое сольное турне. Я думаю, что жизнь сложилась бы совсем иначе. Кажется, так легко и спокойно было бы на душе, если бы мне нужно было думать только о себе и решать только за себя. Да, но только я бы женилась. Как оказалось, у меня не совсем типичная ориентация. Нет, потому что он хочет, чтобы я была ему секретаршей, служанкой и кухаркой. А моему нужна женщина, которая всегда счастлива и никогда не бывает злой, грустной или в принципе эмоциональной. Короче, жена, которая не будет создавать ему проблем. Однозначно, люблю его всей душой. Он улучшает мою жизнь и помогает мне расти. Мы умеем находить общий язык. Он любящий, прислушивается, выполняет свои обязательства в отношениях. Плюс должна вам сообщить, языком он работает как надо. Такая же история, подруга. Он иногда буквально умоляет меня, чтобы полакомиться мной, так сказать. Я однозначно из везучих дам, и хотя бы поэтому его никогда не отпущу. К тому же он подначивает меня воплощать в свои мечты. У меня такого никогда не было. Если бы он не появился в моей жизни, то я была бы совершенно другой, куда менее счастливой и менее уверенной в себе женщиной. Ну уж нет, я слишком рано выскочила замуж. Из-за страсти и иррационального страха. Лучше выть всю жизнь одной, но с крепким кругом друзей и одним или двумя челиками для плотских утех на всю жизнь. Ты описала мою жизнь. У меня есть семья, несколько классных подруг и парочка корешей плюс, которые то приходят, то уходят. Я была замужем, и выпадет такая возможность снова, второй раз я бы не согласилась. У меня спокойная жизнь. Да, иногда бывает одиноко, потому что нет человека, который постоянно вертелся бы рядом с тобой. Но в целом я испытываю умиротворение. Я честно, среди знакомых не могу выделить ни одной пары, которая была бы счастлива. Отношения это огромная работа, и не совсем то, чему я хочу все время отдавать свою энергию. Я бы вышла за своего мужа на 10 лет раньше, когда он сделал мне предложение в первый раз. Нам не помешало бы услышать полную историю. Да нет особой истории, просто когда мы впервые начали встречаться, мы были еще подростками. А потом наши пути сошлись уже, когда нам было по 20 с чем-то. То есть в более подходящее время, чтобы остепениться и сыграть свадьбу. Нет, это и браком-то не назвать. Меня просто тормозит чел, у которого в жизни нет ни цели, ни амбиций. Он не хочет расти как личность и не дает развиваться мне. Я с ним с тех пор, как мне было 19, а ему 30. Сейчас я понимаю, что наши отношения никогда не были равноправными, и я сомневаюсь, что они когда-либо станут таковыми. Чувствую, я уже близка к тому, чтобы уйти лишь потому, что я хочу большего от жизни и своей второй половинки. Нет, я была замужем 25 лет и отдала этому мужчине нашему браку и нашей семье всю себя. Но для него и его семьи этого было недостаточно. И наши плохие времена в отношениях всегда перевешивали хорошие. Я в разводе уже 11 лет, и все это время восстанавливаю свои финансы. Бесконечный проект. Занимаюсь карьерой и в одиночку воспитываю детей. После развода ни с кем не встречалось. Я живу сама по себе, и у меня есть друг с привилегиями, которого я вижу, когда совпадают наши расписания. Вместе нам очень весело. Есть какая-то магия в тихой, простой и спокойной жизни. Когда я была замужем, я и представить себе не могла, что жизнь может быть такой. Люблю его, но нет. Я бы лучше моталась по всей стране и до самой смерти заводила себе любовников. Однозначно да. Жалею лишь о том, что не познакомилась с ним раньше. Грустно становится от ваших комментариев. Говорю как человек, который был в неудачном браке. Вы не должны терпеть. У вас ведь всего одна жизнь. Зачем тратить ее на то, чтобы быть несчастной? Вашему партнеру ведь не жить ради вас и не умирать за вас. Вы никому ничего не должны. Вы не должны жертвовать собственным комфортом и счастьем ценой своего счастья. Вы не обязаны быть уборщицей, поварихой, воспитательницей, детей и живой секс-игрушкой. Вы должны только себе. Так что выберите себя. Не живите сожалениями. Я до сих пор проклинаю свою задницу за то, что потратила 12 лет жизни на человека, который не делал меня счастливой и даже не пытался. Но в то же время я хвалю себя за то, что нашла в себе силу уйти. После чего я вышла замуж за лучшего друга и с тех пор каждый день прекраснее, чем предыдущий. Я бы снова не вышла замуж. Я скучаю по своей индивидуальности, по личному пространству, по свободе, которая позволяла думать лишь о себе. Мне так надоело быть терпеливой ради мужа и детей. Жила бы себе одна, завела собак, спала бы со всеми подряд и купила бы себе крутой вибратор. Сто процентов да. Я встречалась со многими парнями, которые мне не подходили, но вышла замуж за правильного человека. Парочка бывших были мне очень близки, но, к счастью, до брака не дошло. Почему да? Потому что наличие партнера, который уважает тебя и помогает разобраться в вещах, с которыми у тебя проблемы, сильно улучшает жизнь. И я делаю для него то же самое. Семья и должна быть такой. Не всем нужно выходить замуж, чтобы почувствовать это на себе. Но лично для меня было важно, что он публично заявил о своей любви и уважении ко мне. Reddit относится к браку уж слишком негативно. До той степени, что если ты говоришь, что ты счастлива в браке, то сразу надо готовиться к даунвоутам и едким комментариям. Но ведь в счастливом браке есть своя магия. Неудачный брак может быть очень-очень плохим, иногда доходя до трагедии. Но надо помнить, что бывает и так, и так. И за свою жизнь вы можете испытать оба варианта. Эм, нет, мой брак продлился недолго. Как только мы поженились, чел полностью изменился и превратился в конченого мудака. Ага, повезло с первого раза. Мне кажется, помогло то, что нам уже было под 30. Мы уже были состоявшиеся и с работой. Нет, я бы лучше была одна и занималась всеми теми вещами, которыми не могу заниматься сейчас из-за обязательств. К примеру, переехала бы в другую страну и жила бы там со своей семьей. Сейчас мне это не светит, так как он ленивая жопа, не готовая к никаким приключениям. Бросай его, ты живешь один раз. Выжми максимум счастья из своей жизни. Я бы вышла за того, за которого должна была выйти, а не за того, за которого вышла. Подозреваю, тебе есть что рассказать. Это долгая история, длиною в 35 лет. Я была лейтенантом ВВС. Он был морским пехотинцем и пилотом истребителя. Познакомились мы в Корее. Он сказал, что любит меня и позвал замуж. Я ему не поверила и отпустила его. С тех пор жалею об этом. Пыталась связаться с ним в августе. В начале сентября он ответил и спросил мою электронную почту. Но с тех пор от него ничего не получала, кроме одного сообщения на фейсбук. Где он писал, что он на пенсии и путешествует. Конечно же да, вышло бы из-за того же человека. Прежде чем пожениться, мы долгое время были вместе. Так что я была в нем очень даже уверена. Сейчас мы 13 лет как вместе. Из них 4 года я замужем и по-прежнему без ума от него. Он мой партнер во всех смыслах этого слова. И у меня никогда не бывает ощущения, что мне приходится тянуть все на себе. Мы уделяем внимание нуждам и хотелкам друг друга. Недавно мы завели щеночка. И у меня слезы наворачиваются от того, насколько круто мы с ним справляемся как команда. Он однозначно мой лучший друг. Мой ответ на этот вопрос все время меняется. На данный момент скажу нет. Полностью тебя понимаю. Некоторые дни моменты бывают просто потрясные. А в другой раз полный ад. Я знаю, что отношения это не просто, они требуют работы. Но я думаю, что важно не врать себе, когда времена реально дерьмовые. Ага, но если бы я знала его до того, как мы познакомились, то вряд ли бы вышла за него. Когда-то он был типичным бандюганом, жалким и бездомным. Сидел за наркоту. Такие ребята никогда меня не привлекали. Но так как я познакомилась с ним уже после того, как он прошел через этот жизненный этап, да, я бы однозначно вышла за него замуж снова и снова. Да, я бы вышла за того же мужика, но только не устраивала бы такую пышную свадьбу. Сейчас оглядываюсь назад и вспоминаю весь тот стресс и тревожность, вызванные подготовкой. Плюс злость из-за того, что каждый пытается вставить свои пять копеек. Нет уж, лучше бы нас поженил Элвис. Да, во вторник будет наша восьмая годовщина. Ни разу за весь брак я бы не ответила нет. Я выбрал из себя отличного мужа. Единственное, что бы я поменяла, я бы больше настаивала на путешествиях до рождения детей. И медового месяца у нас не было, так как мы заболели сразу после свадьбы. Жаль, что мы его потом не наверстали. Держу кулаки, что мы наконец сможем устроить себе медовый месяц на десятую годовщину, когда наши мальчишки будут чуть повзрослее. Да, но так как на следующей неделе закончится наш развод, я бы вышла за другого человека. Ну уж нетушки, это так тяжело, особенно когда у тебя дети. Не скажу, что бы я не хотела еще раз пройти через то, что я прошла, потому что в результате нашего союза родились два моих прекрасных ребеночка. Но если бы я могла выйти замуж еще раз, то сначала бы дождалась, пока мне исполнится 30 с чем-то. В 25 лет никто еще не достаточно зрелый для таких вещей, как брак. Нет, я люблю своего мужа и обожаю моего маленького ребеночка. Но до них моя жизнь была полна самых невероятных, как прекрасных, так и ужасных событий, по которым я скучаю. Быть с одним и тем же человеком изо дня в день уже не так круто, как раньше. Я хочу чаще зависать со своими подружками. Я хочу взять своего сына и полететь к моей семье. Я хочу иметь случайные половые связи. Хочу быть одна. К справке мне почти 40. Мы встречались 5 лет и 3 плюс года назад поженились. Я люблю своего мужа и забочусь о нем. Я бы никогда не изменила. Мы оба очень привлекательные, у меня успешная карьера и есть бабки. И у него тоже, так что тут нет каких-то проблем. Просто вот я такая и на таком этапе жизни нахожусь. Раньше я жила очень насыщенной жизнью, а теперь мне скучно. Может быть, если бы мы разошлись и продолжили на двоих заботиться о ребенке, то я была бы счастливее. Но мне все же хочется, чтобы у моего сына были оба родители и полноценная семья. У нас нет проблем в браке, но просто я вот так чувствую. Я бы вышла за своего офигенного мужа еще тысячу раз. Вместе уже 16 лет. Мы далеко не идеальная пара, но я, будучи женщиной с аутизмом, привыкшей к обидам и недопониманию со стороны других, очень ценю его. Это просто чудо, что он через свою верность, терпение и щедрость каждый день мне показывает, что такое настоящая любовь. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео замужние девушки напишите, если бы вы могли вернуться в прошлое, вы бы вышли замуж снова и почему. А также не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока!